здорово ничего у меня нет запланировано на сейчас не запланировано на следующей неделе съездить показать боссу мое новое чудо но это я наверно буду уже когда когда моя гитара будет сделано сейчас я просто съезжу там у меня горит у него коробки лишние есть для для пересыла на всякий случай хотя у меня их не так и мало но выбросить не сильно большие а у него как раз под размер гитары там от prs что такое там кучу новых каких-то prs of набрал поэтому думаю поедем сейчас посмотрим не знаю буду это выкладывать или нет но на всякий случай же надо снимать вдруг там интересная гитара какая попадется чем чем чёрт не шутит поэтому пока едем а там посмотрим а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 говно но по виду как семидесятых оля какой порожек даже вставили даже почти как настоящий звучки не помещаются в рамки или рамки не помещаются на звучке на загляньте как винтажится начал топ кстати это может быть отличный колян отличный колян 2 я вот думаю потому что смотрите как сделано правильно ну понятно это просто нарисовано должно быть перламутр но касается касается колокольчика колокольчик дешевый фонд вообще не тот но кстати порожек апгрейденный вы видали это интересно лады ляньте лады сделаны как на ну почти то есть с бамперами с этими понятно вклеенный гриф конечно по по рукожопному по всему интересно интересно стало 200 баксов и не надо ждать с алиэкспресс там уже даже не китайский алиэкспресс это это мне стало интересно может я у него спрошу как вы думаете напишите в комментариях взять нам колено 2 для полного апгрейда снять с него все поставить на него что-нибудь топовое и посмотреть меня аж заинтриговал это идея давно мы с вами с колянами всякими не это самое не затевали никакие интриги наверное наверное все таки я получится сегодня взять взять коля на 2 на апгрейд но только этот колян я не знаю какой мы еще и поизучаем а 200 баксов по-моему нормально это электро электроконтробас твит хат купили дан электро кстати вы кин баггер но это этот чай чайна то есть фейка вы видите этот нотан на консаймент кто-то пытается его загнать за 950 какой-то поддонок я боссу кстати орел варичу ты берешь а вот второй второй джексон кстати первую же купили второй взял этот арт что дэн электро гитары сделанные из фанеры они натурально сделаны из фанеры это было их фишка кстати тяжелая но и не сильно тяжелая ну блин да как у нее врыч кстати это легкая какой-то рисунок еще в лаке оля это кожа короче ща вам покажу такая кожаная идет это прослойка закрывающая фанеру которая таится под ней но зато настоящее дерево бридж дека кстати вообще ужас но они всегда такие были нестандартная гриф толще карман декина на сантиметр смысле на миллиметр то даже на 2 наверно с этой стороны и с этой такое чувство непривычная вообще горжище дичь так держишь ее я никогда так не пробовал чтобы от грифу вылазил кнопочка короче в таком месте на т.д.н. электро когда-то они были такими алюминиевый порожек когда-то они были гитарами сделанными чисто для прикола ну вот за полин там даже записали потому что в корее сделаны тема типа оля какая прикольная была гитара но они-то стоили копейки а сейчас на полтысячи долларов полтысячи долларов ради прикола ну хрен его знает жду когда уйдет чувак с этого с комнаты где тарелки покажу я барабанщиком потому что знаем я не сколько барабанщиков смотрю покажем тарелки почем какие цены на тарелки может интересно будет магический звук комната кстати босс когда мы с ним снимали эту дичь про привидений он мне сказал что в этой комнате один раз когда он зашел все вот эти вот штуки были разбросаны он с утра зашел и все эти на барабаны штуки были разбросаны не знаю сколько из вас барабанщиков но эванс 13 инчи 27 баксов стоит 16 здесь это кого-то кожа ну кожа типа символ пак целые паки тысяча тысяча и тысяча двести зилджин 14 инчи дарк хай-хэт 16 инчи дарк краш а тут 2 хай-хэта один крэш один 18 инчи крэш и 20 инчи райт за 1200 то же самое только то sweet это было dark sweet это для металла а то для baby металла ну ладно то я так понял паки айди клоу за уцел стоило 260 6 180 30 процентов of cbm маленькая было 150 час 99 кстати тяжелая штука тяжелее чем вот это 280 сейчас 196 никто не хочет покупать барабан на эти тарелки 365 что-то дорого блин барабаны стоят 354 зилджин они все зилджины короче работает 99 долларов iron cobra это эти штуки 370 баксов короче такое это типа тарелочная для всех вас барабанник ну ладно раз мы на барабанных этих еще и педали покажу дай на синг 350 баксов стоит iron cobra 200 130 на как говорится это барабанная педаль не должна стоить больше 50 баксов все что ты платишь если ты платишь 350 баксов за педаль а вообще нас 568 стоит ты платишь за имя дай на сингте понять не мешает а это там там ты платишь за за имя и за дерево или железо титановая ну то ладно то я так кардан сколько двойная сто семьдесят баксов двойная о зачем платить больше одна педаль 350 а тут две за сто семьдесят там там и всякие и ямаха 980 установка подписано джеффу когда ты сомневаешься ролл ну ролл это сбивка короче когда ты если вдруг сомнения на тебя напали делай сбивку какой-то каменькс и она в сочетом аду и джеффу подписал а он там а маленькая какая-то там а джуниор семьсот семьдесят баксов империал стар о как влияет дерево на а это этот я нашел сентинга рабочий это не рабочий рабочего на так ну ладно все не буду вас утомлять барабанами потому что тут еще есть пианино или синтезаторы хочешь есть ладно басисты не буду я вас забывать как обычно говорите кстати одежку взял тоже фендер курточка такая на ощупь дешевая дичь прям совсем короче на нее на этот туалетное седло даже тоже гриф толще чем дека ну все короче все по дэн электров скому феншую сделано сделано в корее ну чё думаю если вы любите играть я не знаю чего вы любите играть чтобы на таком басу сыграть есть леворуке она шо леворука не не леворука вот леворуке леворуке такой джаз фразик пресижен и джаз все вместе кстати у них тут был делюкс интересный как у меня нравился там висел они его продали а это новый джаз за 2000 а вот прессик чё это тысяча пятьсот пройти американ профессионал 2 чем не нравится нормально иногда мне хочется на басу поиграть но я возьму и ничего не умею и обратно вешу а вот player серия прессик и бас и бас это значит прессижен я пытаюсь открыть от него закрыли сейчас если уронил то считай купил до мексиканец наушник такой нормальный тяжеловатенький ибо нет и пятистронный 900 баксов ну вот такое ладно ну а чё до руки все как и должно быть на канале гитарной истории забыл батарейку выключить вчера мы только распаковывали гитару мечты одну из самых дорогих гитар которые вообще у меня были ну то есть кино флоренс так спорта а сейчас руки я знаю что я знаю что колян кроме как калом отдавать не может но он интересный колян работает а я распереживался но здесь стоят звукосниматели очень 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 далеко от струн потому что дека хоть здесь есть маленькое пусто но расстояние 2 сантиметра может хороших полтора от от пузо до струн то есть вот этот гриф сидит очень высоко но это я понятно все настрою когда-нибудь вообще говнявые как колянские колянские колки но они оригинальные вот что интересно и И почему я взял эту гитару, почему мы сейчас с вами смотрим на неё рядом с Кеннетом Лоренцем, короче, такая чисто панерный топ, вот по нему видно, знаете, как прессованная бумага, как мне кажется, а может он просто так завинтажился, эта краска такая, что мне понравилось, мы с боссом поговорили, это то, что краска винтажится, как на хорошей винтажной гитаре, то есть начало трескаться, вот как на этих, на гитарах из 70-х, то есть это не тот Китай, к которому мы привыкли, то есть собрать сегодня, завтра пусть она рассыпается, это уже тот, может даже и японец. Мы с вами что будем делать? Это мы с вами будем, я подключил, я не знаю, зачем подключал, она вообще никакая не настроена, звучки меня здесь заинтересовали, но они выглядят, выглядят по-колянски. Ну, опять же, не мотали в те годы раньше, не мотали алиэкспрессовские звучки, то есть не делали вот эти вот быстрые фейковые абибасы. Поэтому меня это заинтриговало, хотя на вид они выглядят, выглядят довольно-таки стрёмно. Мы с вами эту всю дичь разберём, чё я, вечно, отставляю и беру, мы её разберём, рамки здесь, короче, ну так, для, для, они, рамки для гитары, у которой есть брюхо, здесь брюхо, оно как бы чуть-чуть поднимается, потом идёт плоское, то есть здесь брюхо нет, но всё равно эти рамки, они видно, что не для этих звукоснимателей, потому что они разгибаются, такие они как будто с буграми получились. Винтажная, бронзовая, кстати, бронзовый бридж, и сделан под вот это вот ещё, ну, то есть не как у эпифонов сейчас идут, как на, ну, хотя они уже и на коленах, на современных китайских коленах сарайных делают по-другому, но они идут не во втулки, как обычно они во втулки идут, а просто вот такой же толщины, как и вот этот, идёт в деку, просто вкрученный, это, это дичь, ну, такое. Похож на старый, старого типа, стаб тэйл, ручки, ну, ручки, ручки-то ничего. Ход, кстати, такой серый, ну, не, всё равно поган, вот этот хороший, этот, наверное, заменялся, а вот эти такой, ну, видно, короче. Мать туалетного седла, самое, что ни на есть. Белая такая, ну, видно, тут ничего, никуда не денешься. Вот эта дичь еле переключается. Но не фонит. Видите, он у меня включенный. Короче, дичь, короче, дичь. И мы с вами эту дичь полностью разберём. Мать туалетного седла, всё как надо. Видите, мать туалетного седла, она не винтажится. Вся гитара завинтажилась, краска завинтажилась, даже есть почёсы и коцки, как вроде её даже на концерты брали. Есть валют. Маленький, но есть валют. И отрезана она, вот что мне понравилось. Отрезана она, ну, так, не по-современно-алиэкспрессовски, не по-сарайному. То есть я всегда говорил, что в сараях они не умеют делать раскрытую книгу или усы, как кому, у кого какой. Знаете, вот как психиатр вам показывает две фотографии. Что ты видишь на этой фотографии? Ох, я вижу кровь там и так далее. Не, я вижу там яблочный сок. Не знаю, клубничный сок. Чё там красный, яблочный сок. Короче, я здесь вижу нормально, нормально отрезанно. Но если приглядываться, ну, опять же, это потому что я вот смотрю, у меня происходит когнитивный диссонанс. Логотип абсолютно неверный. Он такой, как бы, нарисованный здесь. Видно, что его где-то там распечатали на трафарете и сюда. Но правильного размера почти. Но главное, что касаются. Обычно на фейковых алиэкспрессовских вот этот вот он маленького размера, как на эпифонах, и не касается колокольчика. Здесь всё касается колокольчика. То есть, по идее, здесь оно всё нормально. Но, когда смотришь ближе, ненормально. Окантовка не та вообще. Здесь окантовка тоже пятислойная, но она расслоилась. Пятислойная и расслоилась. То есть, в окантовку вставляется, ну, медиатор. В 88 сюда точно вставится. Это интересная дичь. Вот, блин, точно дичь. Ну ладно, всё, вот. Колян, Колян-2. Или нет, это не Колян-2, это дедушка, а может даже прадедушка Коляна. То есть, самое настоящее, самых истоков. Может быть. Но мы займёмся этим расследованием. Вот тех вот сарайных японских дел. Когда, ну, Китай-то сейчас сарай, да. А Япония-то тоже была сарай. То есть, тоже говной палки там тоже делалось. И я вот не знаю. Мы с вами произведём в следующем видео разбор этого всего дела. Там сядем. Разберём и посмотрим, и попытаемся узнать историю этих фейковых Les Paul Customs того времени. Всем огромное спасибо. Огромное спасибо за струнки. Вам 7% скидка всегда, когда вы используете промокод гитарной истории. Мне плюхи капают, вы поддерживаете канал. За это вам всегда большой привет. Огромное спасибо спонсорам. Огромное спасибо патронам. Я буду возвращаться больше на Patreon. Сейчас только соберусь с духом. И силами. Всем огромное спасибо, кто подписан на канал Негитарной Истории. Поддерживаете меня там. Огромное спасибо всем, кто смотрит, ставит лайк, репостит и пишет комментарии. Больше трёх слов под моими видео, что помогает распространению этого всего дела. Всё. До следующего видео. На канале Гитарной Истории только интересные гитары. Смотришь, что такое, да? Вчера. Сегодня. Вчера. Сегодня. Гитара мечты дорогущая. Супермного тысяч долларов. Дешёвая, не пойми что. Но интригующая, потому что я хочу... Звучки уже прям сейчас хочется раскрутить, но я подожду вместе с вами на видео. И что интересно, Зюзя стоила дороже, чем вот эта гитара. Ну, она ж БУ. Это БУ, но оно винтажное. Кстати, видите, он завинтаженный. И всё, это не просто сделан под винтажный. Это именно по-настоящему завинтаженный фейковый гибсон. Гибсон. Ну, не Алиэкспресс. Его по-любому покупали не на Алиэкспрессе. Ещё тогда Алиэкспресс не существовал. Он похож на то, что он был ещё тогда, когда интернете эти ваши ещё не существовали. Ну, всё, теперь точно. До следующего видео.